Здравствуйте, уважаемые второклассники! Сегодня урок литературного чтения проведу я, Олейникова Галина Евгеньевна. Посмотрите на картинки природы. А теперь закройте глазки и прислушайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, вы узнали звуки. Первое – это пение птиц. Второе – шум дождя. И третье – говор веселого ручейка. Молодцы, ребята! Это все звуки и картинки природы, окружающей нас. Мы с вами начинаем раздел окружающая среда. Окружающая среда – это то, что находится вокруг вас, и то, как оно влияет на ваше развитие. Тема нашего урока – мир вокруг нас. Сегодня мы с вами познакомимся с двумя стихотворениями. Фадеевая окружающая среда и Чарской нерви цветов. Цель нашего урока – учиться строить высказывания, используя вопрос и опорные слова, и повторить, как же определить тему произведения. Первое стихотворение «Окружающая среда» написала Фадеева Людмила Леонидовна. Эта писательница, ее можно назвать «Энциклопедией школьной жизни», потому что ее стихотворения посвящены тому, как ребята ведут себя на уроке и на перемене. Ее произведения, стихотворные и прозаические, очень интересны. Ну, а сейчас я предлагаю вам посмотреть и послушать это стихотворение. Людмила Фадеева Окружающая среда Все от старой сосны у забора до большого темного бора и от озера до пруда. Окружающая среда А еще и медведь, и лось, и котенок Васька, небось, даже муха, вот это да! Окружающая среда Я люблю на озере тишь И в пруду отраженье крыш Рвать чернику люблю в лесу Барсука люблю и лису Я люблю тебя навсегда Окружающая среда Понравилось вам стихотворение? Конечно, оно такое позитивное, настраивает на хороший веселый лад. А теперь я вас прошу, поставьте видео на паузу, откройте ваши тетради И давайте с вами составим кластер В середине начертим овал и напишем определение Окружающая среда От овала поставим стрелочки и напишем, что же относится к окружающей среде Посмотрите, пожалуйста, несколько предметов окружающей среды уже есть на нашем кластере Это барсук, кот, медведь и лось Оставшись на оставших стрелочках Напишите, какие же предметы можно отнести к окружающей среде Справились? Молодцы! Я вас не сомневалась Конечно, здесь можно написать предметы, которые использовались в стихотворении Пруд, лес, крыши домов, озеро и так далее Итак, думаю, теперь вы можете точно сказать что же такое окружающая среда Перед вами три высказывания Давайте мы выберем то, которое подходит Окружающая среда Это все, что нас окружает Молодцы, ребята! Ну, а теперь мы с вами познакомимся со вторым стихотворением которое написала Чарская Лидия Алексеевна Эта писательница жила на стыке двух веков 19 и 20 Она начала писать в раннем возрасте А потом, став взрослой, продолжила писать замечательные стихотворения Она жила в своем мире феи, принцев и сказочных других существ А еще она очень много произведений посвятила защите и заботе об окружающей среде и природе Итак, возьмите, пожалуйста, учебник литературного чтения Откройте его на странице пятой И давайте вместе с вами прочитаем это стихотворение Не рви цветов, Чарская Не рви цветов, не надо Их нежный аромат наполнил воздух сада Они так красят сад Ведь у тебя, малютка, есть дома много роз А здесь вот незабудка, вот ландыш полный слез Левкой, такой душистый, горошек, резида Ромашки серебристые, пахучая гряда И снивы занесенный прелестный василек И маг кичливосонный, и белый-белый дрог Не рви цветов, не надо Их нежный аромат наполнил воздух сада Они так красят сад Понравилось стихотворение? Конечно, это стихотворение заботится о том, чтобы мы с вами берегли природу Я думаю, что пока мы с вами читали стихотворение, вы прочитали словарные слова То есть те слова, которые могут вызвать затруднения в толковании Итак, а теперь я вас прошу назвать тему этого стихотворного произведения Напомню, что тема текста – это то, о чем говорится в тексте Часто тема отражена в заголовке Итак, какова же тема этого стихотворения? Правильно, не рви цветов, то есть береги природу Почему Лидия Чарская обращается к тебе? Не рви цветов Конечно, потому что когда они растут, они пахнут, они цветут А полевые и очень много садовые цветы, когда их срываешь, очень быстро увядают А давай посмотрим, насколько ты был внимателен О каких цветах рассказывает автор в этом стихотворении Перечисли их, пожалуйста Я тебе помогу Первое – это незабудка Следующий цветок – ландыш Левкой Душистый горошек Резида Ромашка Василек Маг И дрог Вот такие замечательные цветы были в этом стихотворении А теперь еще одно задание Еще разочек поставь видео на паузу И возьми интервью у своих близких То есть ты сейчас побудешь журналистом А брать ты будешь интервью на тему Как помочь сохранить полевые цветы Справишься? Я в тебя верю Итак, думаю, что интервью получилось очень интересным А если остались какие-то вопросы, можно найти ответы в интернете или в энциклопедии И еще хочу сегодня научить вас составлять высказывания по вопросу и опорному слову Ну вот, например, вопрос Почему не нужно рвать садовые и полевые цветы, а опорное слово быстро вянут? Мы из вопроса берем главное, отбрасывая само вопросительное слово И добавляем опорные слова И посмотрите, получилось высказывание Не нужно рвать садовые и полевые цветы, потому что они быстро вянут А в саду и поле они долго будут нас радовать Давай попробуем еще раз, но только теперь составишь ты высказывание Вопрос оставим тот же Почему не нужно рвать садовые и полевые цветы, а вот опорные слова изменим Нежный аромат Подумай, какое можно составить высказывание? Думаю, что вы справились Ну, например, такое высказывание Не нужно рвать садовые и полевые цветы, потому что их нежный аромат радует всех Получилось? Итак, давай проверим себя Как мы справились с целью нашего урока? Все ли ты запомнил и постиг? Проверь себя Чтобы построить высказывание, используя опорные слова и вопрос Нужно взять само вопросительное предложение без вопроса и добавить опорное слово Тема произведения – это то, о чем говорится в произведении Чаще всего название и бывает темой произведения Домашнее задание На странице 4 и 5 наши два стихотворения Тебе нужно подготовить выразительное чтение А в тетради по литературе при помощи родителей Подбери название каждому цветку Используя дополнительные источники информации Энциклопедии, справочники, интернет Посмотри, перед тобой 5 цветов И каждый из них пронумерует Ты в тетради пишешь 1 И находишь, что же это за такой цветок 2 и так далее Если ты захочешь, ты можешь еще рядом нарисовать этот цветок Итак, мы заканчиваем наш урок литературного чтения Я предлагаю провести рефлексию Перед тобой мишень Думаю, что мы попадем в яблочко Итак, было интересно Я очень надеюсь, что тебе было интересно В яблочко Было понятно Я очень старалась, чтобы вы разобрались Думаю, вы с этим справились Итак, нам было понятно Активно участвовал Думаю, что вы не только смотрели урок Но и принимали самое активное участие Опять в яблочко Ну и узнал новое Конечно, вы уже взрослые ученики Многое знаете Но из урока, я думаю, что-то приобрели и новое Да Итак, мы сегодня с вами достигли цели нашего урока Я желаю вам хорошего настроения И всего самого доброго До свидания, ребята Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!